Южные земли должны принадлежать лишь Скавину. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус и Антох. Мы нападаем на тебя. В принципе, мне хватает еды, чтобы максимальное количество призывов сделать. Там как-нибудь, что-нибудь вам зацепить. Кинуть, чтобы вы не нервничали его. Хоть кого-то якобы обидели, уничтожили призванных Скавинов. Хоть что-то сделали, хоть как-то. Там собрались в кучку, и потом бац, и вихрь. И вот он вам, сюрприз. Сейчас главное определить, где у нас будут проломы. Проломы не самое удачное место, я бы сказал, для проломов. Это не самый лучший вариант. Но ничего страшного, ладно, сойдет. В любом случае, мы ставим мортиры здесь. Мы ставим снайперов, в принципе, тоже можно вас оставить на этой линии. Колесико. Колесико выходит вперед. Давай и ты тоже выйдешь вперед, наверное. Сейчас колесики будете на себя цеплять. Урон. Первое время. В этот раз мастер смерти, маг и ассасин идут вперед. Они идут с этого фланга. Но мы не отказываемся совсем от тактики. Зайди с тыла и убей их всех быстро. А то, может, ты захвати их площадь. Плюс у нас тут есть пращники. Которые тоже будут действовать скрытно. Скрытно и незаметно. Бур-установки сломают вышки. Снайперы попытаются убить полководца. Все. Погнали. Бур-установки. Бурушки, 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 бурушки. Все сюда. Мортира. А ну-ка. Сосредоточь огонь. Здесь. Здесь. Частично он там все равно их держит, да? Может быть, стоило кого-то оставить, чтобы стены здесь зачистить от стрелков. Но в целом мы можем отправить для этого агента. И все. И вообще не напрягаться на этот счет. Здесь закинуть сейчас небольшой вихрь. Порадовать вас не только цветными эффектами, но и действующими заклинаниями. Смортиру. Отставить пока. Бурушки. Живите, живите, живите. И замечательно. Были вышки, нету вышек. Прикрой. Прикрой их. Бурушка, уйди вот сюда. Здесь мы убиваем лучников. Герой этим только и будет сейчас заниматься. А маг кастует им смерть. Так, все, уходи, 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 бурушка. Хары землетрясения вот эти вот. Круги на земле рисовать. Будут потом колхозники переживать. Так, вихрь, к сожалению, на стене нельзя сейчас мы не закинуть. Давай вот так. О, кстати, это же обалденный взрыв наносит. А он прям в эпицентре находится. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Это же, это же любо-дорого смотреть. Сейчас у шепти только куда придут. Надо снайперов чуть отодвинуть. Не уводит отсюда он, бойцовый. Не уводит. Так, а здесь еще принц нарисовался. Окей. А когда у тебя перезарядится способность? 60 секунд? Ну ладно, давайте сюда. Призываем тогда скавенов сюда. Пусть они собирают народ вокруг себя. Или сейчас стадион из скавены уже не срывают у вас, да? Такого ажиотажа не вызывают. Ажиот. Метка мастера смерти с них че-то тоже крутая тяга. Ну что, призыв где? Ага, призыв тут. Все, Бурушка, уходи. Бурушка, сваливай. Ну, можно и так. В принципе, сейчас не зазорно. Следующий призыв будет к полководцу. Он снова собирает вокруг себя народ. И уже... Вот этот шумок мы используем метку. Снайперы, прикройте. Ты вернулся, но зачем? Так, Бурушку главное спасти, остальное все плевать. Они распадутся. Пришлось призывы использовать. Не туда и не там. Все, принца убили, считай. Все. Прощай, принц. Ты был нам не нужен. Почему умер? Непосредственно не от удара, да? Еще чуть-чуть призыв. И вся жизнь наша удалась. Все, подходите сюда. Забегайте в город. Отряд полностью уничтожен. А мы сейчас будем бомбить еще вот этих через стены. Так, а ну-ка, подожди, подожди. Он собрал же вокруг себя. А я хотел... Ну, частично собрал. Вокруг себя. Хотел оказаться в этом моменте в эпицентре. Нет. Ну, не так бомбезно зашло, как в первый раз, где вокруг него стояли полноценные все эти стэки, да? И именно вокруг него они стоят. Ну, неплохо. Клина, ты не дотягиваешься. Доварись к ним. Они в паре неплохо будут работать. В плане... Один полностью их обездвиживает. Второй наносит урон. Они и так вон, нет-нет, распадаются. Хотя-хотя, смотрите. Че делает чертяка? Выжил и дошел. Все, бурышки просто сейчас уйдут. Их задача спасти свою жизнь. Победа близка, но, значит, хватит играться. Ведем свои войска. Можно вот сюда для начала. Вас. Вы сюда. Бегом. Ладно, подождем. Сейчас по-любому еще он же будет сражаться. Колесики. В принципе, сейчас уже угрозы призыва нет. Данные войска. Можно все сюда прям подтаскивать. Всадники. А вот здесь можно сейчас собрать их. Они все бросились на тот фланг. Мы вызываем скавенов. Перекрываем им дорогу. Готовим либо вихрь, либо взрыв, если здесь будет. Хотя, сейчас взрыв. Подожди-ка. Сейчас можем мы очень красиво посмотреть, как это происходит. Вихрь-то я тоже сейчас призову. Но на него смотреть не надо. Тири. Разбрасываем врагов. Мортиры. Ну-ка, получится у вас пару залпов отсюда. Тут они, получается, наших скавенов пытаются запинать. Но они в толпе там. Сейчас еще один вихрь просто. Ситуации красивые какие, а. Прощники. Прощники. Вы подходите к краю и расстреливаете все. На площади он до сих пор держит несколько отрядов. Любопытный такой, а. Ай, площадь будем сейчас бомбить. Дотянется. Колесики подключим. Будем веселиться уже на пол. Хотя сейчас не зайдет снаряд. Они пробежались там в стену, скорее всего, влезаться. Слава вообще его используют сейчас. Кассетные бомбы. Кстати, снайперов можно было бы завести у Шепти сейчас расстрелять. Ну-ка, давайте мастером смерти попытаемся зацепить их. Успеет он? Где полководец свой? На площади уже исключительно. Да, успел. Успел. И сейчас уже можно использовать даже становление дзарканом. Одержимость. Я ведь ее не использовал. И на стене ее не мог использовать. Сейчас смотрим. Хоп. Естественно. Подключаем одержимость. Оп. Вот такой вот одержимый скавин у нас. Даже что-то говорит. Способности. Способности, кстати, не поменялись у меня. Но такое ощущение, что они стали мощнее. Ну что, у Шепти просто отлетели от меня. Все хорошо. Снайперы, разберитесь с этим у Шепти. ХП, так понимаю, тоже тает постепенно. Сейчас никакого эффекта, что мы находимся под влиянием нашего демона. Здоровье восполнилось. Точно так же, как и у Малуса. Но вот по показателям вроде бы наносимый урон стал значительно выше. Так вы можете, в принципе, сравнить. Сейчас в перемотах, да, когда я выбираю Мастера Смерти, и там характеристики увидны. И что здесь, как получается в итоге. Иди, иди, иди. Но это как дополнительная лечилка. С этими показателями... Мастер Смерти сникши вообще непобедим. Даже метку можно не бросать. Хотя же... Там стул висит какой-то. Ну, сломали стул, который висел в воздухе. Одним взглядом уничтожил его. Просто унизил. Унизил этого царя-гробницы. Семь сотен в итоге перебил Мастер Смерти. И это не предел. Сейчас, за счет превращения, он вообще может в соло заходить. И можно даже объявлять войну тем же темным эльфам. Да, вообще, что там? Легкотня. Любую толпу возьмем на себя. Так, отлично. Эти потери даже моментально восстановились. Тут еще часть стен осталась. Ну, порядок, я думаю, и так будет. В порядке. Лучше снесем он туда. Я на них не рассчитываю. Так, Варлок Мастер. Содержание стрелков с варп джизайлами. Пушками, пулеметом, строк строительства. Срок, длительность найма. Свежевать или нет? Давай, инженер. По мелочи. Хотя, пулеметы есть как раз. Тебе это пригодится. Хрупкие кости. Маскировочные бомбы. Порой это заходит. Этот стэк у нас сразу уйдет. Скорее всего, в сторону Ултуана. Ултуана. И все. Герои Экбалитушка. Ты тоже на Ултуан возвращайся. Причем сейчас, в любом случае, тебе по морю плыть. Так что в безопасности ты будешь... Не переживай, ты так. Все будет хорошо. Не волнуйся. Инфектик. Ну, инфектик остается. Квик прыгал уже, получается. Трэч тоже сейчас пока на этой точке остается. Малекит. Смотрите, Малекит. Ух ты, как по красавицам соскучился. Медуз, сколько, а? Так, давай. Иди сюда. Глаза и уши. Глаза и уши. Конфедерация. 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 Со скавинами. Объединиться, сплотиться и уничтожить всех вокруг. Вообще, врата, кстати, сейчас бы тоже в первую очередь заселить. Подземными всякими этими. Туннелями нашими. Потому что... Врата на Ултуа, они могут сопротивляться неплохо. И однозначно они уже пятого уровня. О, куда ты своего инженера отправил? Или чумного там этого своего. Чумной, по-моему. И Килостра это обожает использовать некросфинксов. Помните у нас... Точнее, фу, некросфинксов. Колоссов этих. Битва была за Империю. За наш недавний культ Мяу. Тоже, когда Аронесса пришла с огромной толпой этих колоссов. Так, Тор. Бить, колоть. Шап. Кстати, сейчас шанс работает, я замечаю, намного веселее. Действительно. Потому что за Кланс Краер... Ну, редко получалось заселять города. Хотя мог возводить даже 10%. Чаще всего он появлялся, когда у меня кто-нибудь полил город и уничтожал. Либо там... Вместе с городом уничтожал. Тогда да. Э, ты чё, оборзевший такой? Блин, пользуется тем, что заключил союз с пестелленсом. Если бы не пестелленс, я бы тебя уже уничтожил. Ты, блин... Зазнался. Их титана. Эльфы. Ладно, хорошо. Возвращайся на нашей территории. Ну, или на территории союзников. В принципе. Сейчас не столь важно. Тебе можно и постоять тут. Пепельная река. Чёрный берег. Южные горы и зыбучьи пески. А, давай порядок. Эх, не доходишь ты. Жаль, жаль. Давай станем засаду. Может, он подумает, что здесь всё-таки никого сейчас нет. Что мы ушли. Что мы исчезли. Может, он посчитает, что у нас тут нет. И как и остальные, не будет верить в Скавина. Пултуан захватывать... Ну, такое себе, на самом деле. При этом, опять же, если взвешивать, да, за и против. Против кого воевать, а против кого использовать предметы нашего обихода. Так, здесь у тебя против клана Молд. Точнее, наоборот, клан Молдор против Скраер нет. С тобой тоже нет. С тобой тоже сейчас нет. В общем, ни одного задания выполнить не получится сейчас. Отношения ухудшаются. Договоры с утопленниками, там небольшой минус. Я предлагаю тебе вступить в войну с вот этим. Шанс умеренный. Военный союз отказывается. За сто тысяч даже военный союз не подпишет. Давайте просто вступим в войну. Ну, для меня это мелочь, а ему будет приятно. Пестелинс... При этом вообще не подпишет. Ну, конфедерация, это такой вот, там, один... Шанс из миллионов подписать. Тем более, проблему Пестелинса не будет. На уклад на Скраер, так тем более. Скруля, ты откуда? Скруля, ты кто такой вообще? Скруля, ты кто такой, слышь? Я тебя нанимал? Вообще. Это... Раненый, возможно... Когда-то неизвестно был. Но я тебя уже не помню. Я тебя уже забыл. Даже если нанимал. У нас уже одержимость демоном, так что... Удивительного нет. Новая особенность. Знание местности. В Верминтайт готовится 5 ходов. В принципе, это вообще не проблема. Нашествие крысиное сделать. По сравнению с бомбой, да. С бомбой было сложнее взорвать империю. Там еще пару городов. Империя спалила бомбу и... Не позволила. Но разом уничтожить всю империю. То есть взорвали. Но... Один там или два города, сколько вышло. Пришлось их добивать вручную. В ручном режиме уже. Что-то ужас тут задумал. Но союз, похоже, с кланом Скраер мешает. Напасть на меня сейчас. А зайти с другой стороны не могут. А могут они зайти сейчас через... Как раз таки вот этих каких-нибудь... Мелких... Тех же царей. Которых мы постараемся уничтожить. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут мятежники. Еще живые. Ну давай, призыв. На всю катушку. Сейчас мы орудия... Вообще не позволим терроризовать. Штурм при этом идет слабенький. В остальном... Проблем не вижу. Только то, что арты много. Они могут стены быстро... Разбомбить. Если все-таки у них все получится. Но у меня вышки уже чуть-чуть... Лучше, чем обычные. Так что... Мы бьемся. Больно кусаем. И он по центру исключительно идет. Ну хорошо. По центру, так по центру. Артиллерия, значит, идет сюда. Давай. Ты перекроешь ворота. Может пойти ломать. Таран есть. Чумных сразу ставить не буду. Разместим данных копейщиков. Чумные у нас будут как резерв. Прачников растянем для активизации вышек. Этот отряд внизу. 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 Еще один даже резерв. Ну, можно оставить здесь. Если вдруг он призовет скавенов на арту. Погнали. Гасите их. Гасите их. Сейчас сюда призыв скавенов. Потом под взрыв готовим их. Таран. Ух ты. Я не так часто... Видел таран скавенов. Любопытное сооружение. Любопытнейшее. Давай, давай, давай. Не разбегайтесь, пожалуйста. Вон, собаки, разбегаетесь еще. Ой, отлично. Молния. Еще и лорд здесь. Нет, 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 еще. Половины. Нет. Жаль. Половины так, короче, там и не наблюдается. А когда уже сейчас будет наблюдаться, смысла не будет. Гасим его арту. И он причем еще готов, похоже, лестнице использовать. Черепаха какая построена. Скавенска. Терпим, терпим. Терпим. Орту продолжаем цеплять. Которая ползет непонятно куда, но можно предположить, но зачем просто. Это нужно. Предатель. Клонаешь. Че у нас здесь? Под взрыв еще никто не хочет? Ну и не хочет. Разбегаются, черти. У нас под взрыв вот этот отряд может пойти очень скоро. Так, эту артиллерию мы выключили. Там артиллерия бездействует. Здесь все хорошо. На стену то, что лезет в фигню. Вот и замечательно. А теперь резерв заходит на стену. Так, ну и учитывая, что здесь он все-таки никого не призывает и не может, мы отправляем их прикрывать фланг. Так, это полководец. Так, это полководец. О, взрыв, 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 подожди. Как раз на ускорение. Че-то ты это... Продержался достаточно долго. Вот и все. Вот и ладушки. Теперь преследуйте все, что догоните. Будете есть. Догнали, съели. Закон простой. Не догоните, не съедите. Будете ходить голодные. Единственный минус вот сейчас в этом составе нашего гарнизона то, что нет огров. То есть нет отряда, который бы по полководцу убил бы прям вот знатно от всей души. Ну и в данной серии, похоже, будет много сражений сейчас. У нас же еще будет Мастер Смерти Снич сейчас нападать на Царей Гробниц и убивать последний стэк, последнее сопротивление, сломая Царей Гробниц. Раз уже все-таки ХТ пал, то получается, это действительно последние представители этих душевных костлявых. Лед сорван на засада. Действия. Доспехи. Бойтесь меня. Бойтесь. Давайте на город нападем. Может так поверят? Не, даже в город если нападаю, не верят. Повеселиться, Мастера Смерти отправить в бой? Давайте повеселимся. Было бы круто, если бы у этого мага была бы какая-то машина, он просто бы ездил там гасил бы врагов своими заклинаниями, в то время как Мастер Смерти собирал бы вокруг себя стадионы, стадионы бы собирал. Эх, но не судьба, не судьба, к сожалению. Битву эту игра просто потому, что Мастеру Смерти с Никч еще не скоро предстоит сражаться, да ему еще теперь до врагов нужно добраться, прежде чем драться. но выглядит вот так вот город. Маленький город, а я не помню, что такая карта была. Симпатичная. Симпатичный мавзолейчик за вашими спинами. Что-то за царей даже столько играл, не припомню. Не, ну, там есть другой еще момент, за Халиду было последнее прохождение, самое свежее, да, но оно было с модами, как раз на новые постройки, на новые локации в городах. По сути, из-за этих модов потом продолжить не получилось. Компания. Ну что, очень удобный момент с вот этими вот останками. Мы по центру можем выставить всех наших. И быть уверенными в том, что враг вряд ли будет отбегать нас. Там только опять же уше. Опять же, исключительно только если уше. Но! На передовой наши герои. Мастер смерти один, только впереди. Остальные на подхвате. Он сейчас будет рвать врагов. Соло. О! А ну-ка, подожди-ка, сейчас... Срык, срык. Давай вот сюда. Делай. Красиво. Кидаем такую пока способность, такую и все. Тюн-тюн. И тут на фоне работает еще снайпер. Так, где герои? Герои здесь рядышком. Причем полководец побежал дальше. Снайперы работают вот сюда. Мортиры. Давайте вам запрещу стрелять. что вы это делаете некрасиво сейчас. Мне не нравится. пехоты нет особого эффекта зрительного и не получилось. Так, отступай. Ты беги. Как раз ты их застопоришь и можешь отступить. Все хорошо. Лучников можем зацепить. Единственная угроза для наших это лучники. Килл-кил-кил. Давай. Так, тебе надо пару бонусов. И возможно даже помочь сейчас. Все, великолепно. Твоя способность не готова еще, нет? Тогда можно вывести буровые установки. Сейчас убивать полководц. То есть я сничью могу во-первых, в первую очередь подлечить зельем, а во вторую очередь уже использовать его способность демона. Приходим. Уходим. Готовим. Перемещение невозможно. Героев вообще станет так вообще вообще легко для этого издевать. Если отряд там можешь не угадать момент правильно, то здесь претензии вообще не будет. Никогда ни у кого отступай. подходи поближе. Мастер смерти раскидывает. Хотя сейчас на героев можно толпу собрать. И на героев все-таки накидаться. Лучников у вас? А, и у вас больше и лучников-то нет. Жаль. жреца. Жреца. Хотя давай не жреца. Вот. Принц. Принц собака тут решил нашего подосаждать. Оп. Пусть останутся на земле сидеть. Черти никчемные. так, а ты подойди поближе. Ассасин причем во время анимации я использую эту способность он исчез и хотя он должен был не двигаться он выскользнуть под угар все стоим сейчас еще и мортиру тут будет подключаться постепенно снайперы отставить не работаем сейчас словно воскресенье сейчас ой тут но они колесика продержалась развалились главное чтобы он по морали не проседал а ну-ка на своих да раньше когда показывали чуть эффективность была этих мортир повыше прям не в ничуть даже за но как-то они не хотят все сейчас набрасываться на мастера смерти с нич грустно ведь это я ведь еще даже не призвал демона ведь это понимаете что и не призвал еще демона никчемные вы создания так ладно а он появился в другом месте кстати привязка к этой точке осталось я использовал привязку и то есть и способности сразу восстанавливаться здесь моментально все способности которые были у нас сразу и восстанавливается все так подходите ближе и сейчас надо наносить дамаг заходи заходить через shift да мало народу дали мастеру смерти с никчу хотя он пишет что 81 убит но это знаем что эта цифра выше давай еще лиха они намеков не поняли лорд убит ну ранен тут данную формулировку мастер смерть ну чё в сумме сколько ты убил 328 чё так мало мне казалось ты больше сейчас нарубишь но опять же цари гробниц мерзавцы и не захотели может быть стоило армию вообще увести конечно чтобы сглаз долой как говорится и сердце у но всех спрятать целиком полностью не получится те же дробилки ну за счет шариков но это временный эффект все равно армия воспалила и отправилась бы туда всю бы не зацепил к сожалению мастер смерти всю бы армии клановые крысу на сообщение в почете у меня одной постройки в итоге не останется ни одной постройки эх щас бы если бы скавина с темными начали воевать спровоцировать эту войну бы жаль нет такой возможности у клана и шин подставить фракцию подставить чтобы те думали то они подставили их и началась война вот и руль подусады не но он не возьмет ногтем не должен взять бедные бедные высшие их них жалко и сейчас откровенно даже говоря их жалко по ним же пытаются пройтись все в том числе и мы от этого их еще больше давай во внутренних провинциях там как-то у них спокойней и во внутренних провинциях однозначно наша будет использовать призыв дружище ты тогда сейчас будешь прыгать домой восполнишь потерю одну единственную так-то с невосполненным отрядом некрасиво гарет гарета предлагаю отправить южные владения скавинов наших сородичей и заодно хракенлор засветим царей гробниц не осталось все их песенка спето мы можем уничтожить на самом деле клан с краю вот как бы это ни звучало но щелчок таноса даже резко сейчас развернется в сторону именно сородичей темные заняты высшими пока что второе место займет в этом случае пестилинс то есть естественно пестилинс останется с нами он еще будет существовать как фракция но для того чтобы все прошло замечательно мне нужно в этом случае чтобы пестилинс подписал со мной договор хотя бы союз о защите да то есть союзники чтобы мы были и будем с пестилинсом раздербанивать владение клана скраер то есть люстрия полностью начнется об этом ситуация когда мы крутим вертик я могу армию одну забрать одну армию забрать и у клана скраер прежде чем уничтожать потом восстановить моментально замяться очки действия и уничтожить то сейчас это вот даже будет правильный оборонительный союз с тобой нет тебя вон день другой уничтожит наши сородичей я жду даже когда ты нападешь на них чтобы мы могли участвовать в этой войне чтобы мы могли поучаствовать в уничтожении неугодных аж рак только один город к сожалению процент еда деньга все работаем работаем на благо скаменской родины общественный порядок через четыре хода как раз и никаких восстаний красиво смотрится сейчас южный звук целый континент красотища не опишу так что в принципе пишите в комментариях что вы думаете насчет идеи теперь с уничтожением клана с края потому что с ними воевать с одной стороны будет легко нашими ассасинами подкрались со спины и перерезали всех стрелку ну какая там будет вообще у них мотивация сражаться да уже уже клан скрайер будет не тот но бомбы никто не отменял да и с этими хомячками возиться больше будем чем с темными как мне кажется когда сражаешься со своими сородичами не так интересно вахи интереснее сражаться как-то против других фракций других раз ассасин мастер муки кающих или элиту не будешь брать на следующий ход будете просто нанимать но и герои уводить далеко не будем тоже рядышком на старом пусть он останется рядышком шабыч а нужен ли ты нам там на утоле нужен ли ты нам там может ты нам нужен будешь сейчас как раз таки в люстре больше проплыли мимо ничего страшного никуда не торопись плане сбора этих плюшек армия получает мерзость из адской ямы но только если ради этого сейчас вкачать хотя вот дипломатическое отношение со всеми фракции искусные лазутчики плюс тут штурма крысы получится у нас посерьезнее заказную убийство шанс восполнение потерь но давай изучаем верментай все равно дело такое сейчас не срочное будет это долгосрочная задумка вот такие вот планы скавины как всегда переменчивые как всегда что-то да меняется у нас посмотрим во что это выльется с вами был верус друзья мои и конечно же мастер смерти одержимый демоном пока пока пока